Ребят, привет. Привет. Здравствуйте. Я представлю так. Это у нас Олег, да, директор концертного зала Герц. Это Никита. Он КБХ-гитарист группы Мукрекерс и также звукооператор, да? Я правильно говорю? Ну, такой признанный и работает в соответствующих местах. Все его знают. Как бы один из ведущих звукорежиссеров города Орла. У вас сегодня прошло мероприятие. Даже я на нем не принялся засветить. Да, кстати, было очень чудово. Очень качало. Спасибо за звук вам, Никита. И вам, естественно, за свет вот этот, который тух. Я там чуть не упал. Я вот хочу у вас взять интервью, так как вы все как бы уже ровесники и люди взрослые, блин, и хочу получить адекватные ответы на адекватные вопросы, а не так, как я вот сейчас выходил, там что-то вообще страшное было. Вот смотри, как вот, по вашему мнению, повлиял карантин 20-21 года на рок-культуру в России? Очень силы. Очень повлиял. В плане... Мы просто люди, как бы, творческие и связанные с бизнесом. Возьму золотой микрофон. В плане того, то, что, как бы, ну, концерты запрещались, как бы все массовые мероприятия закрывались, как бы, естественно, конечно, повлияло это на движуху. Ну, а вот у вас, Олег, как у директора концертного зала, что вот это произошло? Ну, конечно, пандемия негативно влияет на подобный вид деятельности, все это, как бы, приходит в упадок, артистам не до что жить, им не до что жить. Вы не юлите, вы конкретно скажите. Вот за это лето вы столько провели концерты. Конечно, просто туров нет, хороших туров, больших артистов они сидят, ну, там, наверное, это продуктивно влияет на их творчество. Не на концерт, нельзя ли, они, конечно, там сидят на студиях и придумывают что-то новое, новую какую-то волну, новую движуху. Она, зал, зал, ну, зал работает и хорошо, конечно, мог бы работать лучше, если бы не пандемия, но пандемия ударила по всем, и поэтому, и поэтому, как бы, ничего страшного, все нормально. Микрофончик отобрать. Да, пожалуйста. Ну, в плане рок-музыки, как бы, давно уже упадок пошел, еще до пандемии, как бы, то, что живая музыка не популярна, вот, допустим... Не соглашусь. Да как не соглашусь, Олег? Живая музыка всегда популярна. У меня, вот, допустим, есть в университете студия звукозаписи, да, приходите, занимайтесь студентами, там все, там все для вас, топовое оборудование. Никто ж не ходит, никто не хочет заниматься живой музыкой, это ушло. Не, ну, ты придешь. Никто не хочет заниматься живой музыкой, это уходит в прошлое, сейчас все рэпчик-рэпчик. На самом деле, на самом деле, вот именно, там, метал, панк, ну, панк еще живой, метал-музыка вообще куда-то провалилась, ее просто нет, концертов подобного рода тоже нет. Но, я думаю, это явление все равно временное. Так или иначе, произойдет какой-то такой переформат, ребрейтинг этих вообще стилей, и они представят что-то тяжеленькое, но уже в современном звучании. Нет, ну, слушайте, я вот тут уже я не соглашусь с вами. Я уже не могу это терпеть. Ты заметил, как сейчас работают молодые команды? Да, они делают шоу, и, ну, как, они все равно талантливы в любом случае. Их слушает молодежь, это их пласт, и каждому, короче, каждому возрасту, каждому поколению присуще свое звучание, своя музыка, свои коллективы. И среди них есть тоже очень талантливые люди, но, к сожалению, это эволюция, и, к счастью, это эволюция, но... Я могу тебе рассказать графику, вот этот вот, экономический, или вообще, как рост этих групп. Берется, короче, вот, группа, она собирается, пишет альбом, откатывает его, грузит на агрегатор, и потом заряжается тур, берутся там кредиты, или, может, какого-то родителей богатого. Делается тур, блин, и потом почему-то группа разваливается сразу. Если изначально этот контент не находит отклик среди слушателей, то среди, если, ну, нет достаточного количества просмотров, интереса к группе, конечно, да, она не сможет, как бы, развиваться, то есть, расти выше и набирать аудиторию. Жень, допустим, современный вот эти вот молодежный рок, да, вот эти к эскистам, допустим, Дора, да, это же чисто коммерческие проекты. Они не сами пишут, для них музыку пишут, их таскают, короче, им тур организовывают и зарабатывают на них деньги. Но дети рэйв и сквозь баб. Нет, дети рэйв, дети рэйв, это не сами делают. Отвели вот такой концерт, знаете, вообще потрясающий был, а вообще рэйв, класс, да. А ты, допустим, ты можешь их представить через 10 лет? Ну, нет. Все равно это динамично меняется. Вот она, вот она, вот она. А почему нет, кстати, в современных реальных, они так классно совмешали этот микс, 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 битарь, и при этом живыми инструментами с гитарой. Я могу даже спрогнозировать, что там будет. Вот эта группа, она вся развалится, и каждый из них станет личным диджеем и начнет сольную карьеру, если у него срастется. Ну, вполне возможно, но концерт был вообще лютый, вообще лютый, рэйв такой был, как бьет грудь, как зидан, хуякс, поприседает, отщипание тела, колбаса. Пацанами у вас на зау хрестом, как будто у меня на районе, ладно. Влияет ли прививка от COVID на количество и вкус выпиваемого пива? Это скорее к вам не приду, да? Прямой аналогии нет, конечно, абсолютно нет. Люди прививаются, люди не прививаются, вообще непонятно, кто прививается, но есть категория, конечно, граждан, которые в связи с травовой деятельностью немножко преднудительно до воровольном порядке, их, конечно, прививают. Но это все равно должно быть решение личное каждое. Каждого, в любом случае, прививка от вируса заболевания, это неплохо. Прямо привился, ну, через год опять какая-то новая, новая, короче, эбола. И все, и до... А прикинь, копыта, хвост вырастут. Не, не шесть вообще. Ну, люди плохо переносят, я слышал. Ладно, это все фигня. А вот стоит ли, вот, допустим, нет бухла, стоит ли идти на рок-концерт? Конечно. Нет бухла, и стоит ли идти на рок-концерт? Стоит. Вот тут-то у вас этот шпор может возникнуть. Дело-то, конечно, не бухле. Нет, дело-то, конечно, не бухле. Это социальный клей. Это, как говорится, там, пчелы против меда не пойдут, да? Нет, бухло... У тебя-то бар, ты бар держишь. Бухло, это смазка для беседы. Ну, социальный клей, люди общаются, чуть выпьют, и сразу становится как-то все проще и понятнее. Ну, и выручка в баре-то. Приятно, такой донус. Да, приятный донус. Так, вот смотри, а как вот по-вашему, ребят, город Орел больше знаменит орловскими рысаками или орловским панк-роком? А рысаками это как? Не, ну, кони у нас что-то, конзавод какой-то. Я вот живу, у меня там раньше ипподром был. Все-таки на данный момент, по-моему, рысаки впереди. Потому что там кроокол нас прям сильного такого нет. Сильного нет. Ну, у нас Нильс только, да я, наверное. Да и Нильс, да и все. Водозабор там всякий, да? Не, ну, кто еще? Вот Лос-Покадинус, Эндрис Глумб. Ну, Нильс, конечно, это совсем панк. Нильс, это, конечно, это немножко другое. Я вам могу вам в один секрет сказать, что Нильс ушел из группы Яйца Фаберже. Я думаю, это временно. Сделал свой проект и играет панк-рок для души. Ну, он будет уже всегда хорошо. Гучок в отместку собрал себе тоже группу Нетрезвый вид. Нетрезвый вид. А Птица в отместку себе тоже собрал группу. А теперь они играют поп-панк. У них теперь, блядь, четыре группы. Можешь их сразу приглашать. И вот четыре команды у тебя есть. Ну, они хотели... Целый концерт, фестиваль, фестиваль. Они-то вообще-то из многих представителей вообще коллектива нашего города Яйца Фабержена явно на высоте. Они держат марку, они свое... Одно время даже... Они как бы... Они кондируются и тратируются. Да, да, и действительно пишут талантливые песни. Поэтому и даже по статистике, она как бы одна из ведущих групп с Капанка. Там они могут только по саперам, с КВТ только и с КВТ. Ну, вот это... Как бы так. Так, слушайте. А кто... Слушай, а у тебя есть мотоцикл? Был. Был? Отлично! Отлично! Вот смотри, блин, с годами вот если ты байкер, ты как... Я не байкер. Ну ладно, не важно, но был байкером или как? Да не был я байкер, сейчас мотоцикл был. Как газ упадал. Мне электросамокат понравились. Тогда не буду про байкеров у вас спрашивать, вы не байкеры? Нет, конечно. Вот смотрите, в прошлом году компания Илона Маска вживила имплантант нейролин в череп свинье. Вот что произойдет, когда с такими имплантантами, ну, такие имплантанты добровольно-принудительном порядке всех снабьят? Это та же самая фигня, что и прививка. Я бы спрятался от этого. Ну, конечно, конечно, это не очень хорошо. Но рейтинг, который будет более давлять даже, может быть, через сравнение с финансами, это не очень плохая тема. Рейтинг позволяет человеку как бы стремиться быть выше. Ты сам-то понял, что сказал. Рейтинг будет иметь значение. Ты мне скажи честно, ты прививку сделал? Нет. Нет, конечно. Какой тебе честь? Я не собираюсь. Да, что, сейчас кольнешься, а через месяц новая формула, ну, в смысле, новая кайфа. Мы их острые растяем. Я-то понятно, почему не колью, я все жду, когда ее там, это, в Чехии признают. В любом случае от старости никто не умирает. Умирает то ли от вирусных заболеваний, то ли от своих болячек. Ну, это как бы... Где он переболел ковидом вообще лайтового? Заразил его, заразил. Да мы все, блядь, переболели. Я, кстати, не болел еще с начала пандемии. Вирусной температурой вообще такого пока не было. Я забыла, чтобы вы не чувствовали, да и ты, и Вова. Ну, это не считается, это легкое переселенное. У меня полно антител. Тут концерты идут, я переобщался с... Конечно, все мое аромат. Все перезаражали. Ну, ладно, давайте лучше о хорошем, блядь. Вот это самое. Как вот вы считаете, ребят, остался ли еще в рок-музыке дух бунтарей? Ну, такой дух бунтарства. Ну, он всегда должен присущий. Он именно в рок-музыке остался. Да, он должен быть присущий подобом силе. А уже, блядь там, какие бунтари? Нет. Нет, нет, нет. Ну, почему, хаски там что-то... Ну, это... Чего-то, что-то, что-то. Мне вот кажется, что рэп, он больше пафоснее, как-то. Ну, конечно, конечно. Мне кажется, вот хаски мне нравится. Он чуть-чуть бунтар. Олег Николаевич, Олег Николаевич. Пишет про правду, видишь, и самоотражение, какого-то зеркала, как каких-то... Не ров, не в розовых очках, а естественно, как... Рок-музыка, это и есть бунт. Это и есть бунт. А вот то, что вот этот рэйн... Бунт и бунт. Рок-музыка, это когда, заебись, мусон качает. Когда классный рифф, когда текст... Слушай, а кто из вас вообще владеет информацией, вот Эминем, он в зале славы рок-н-ролла есть или нет? Нет, коррекция. Вообще рэперы попадают в зал славы рок-н-ролла? Рок-н-ролл и рэп, это немножко... У них должна быть, наверное, другая номинация. Например, номинация... Эйв и Иванг. 50 Cent. Номинация 50 Cent там, или кого-то. А раньше Иванг, это рок-н-ролл. К сожалению, у нас мало есть платформ, на которых идет... Размещается поддержка всех этих направлений. В основном все котируется рэп на телевидении, на каналах. В интернете. То, что я и говорил. Но это вполне себе впитывает массой. И ничего с этим не поделаешь. Очень плохо, что нет подобных площадок, где развивается просто крутая, крутая, инструментальная, мощная, качественная музло. Ну, спасибо за содержание. Свернул, свернул. А вот какие группы в основном слушают байкеры? И сочетается рэп и байкеры? Я думаю, что рэп и байкеры не сочетается никак. Байкеры в основном, ну, хелли металл. Ну, наверное, это пауэр, металл, метальчик и так далее. Вряд ли это сочетается. Ладно, ребят, спасибо. С вами было очень приятно поговорить. Взаимно. Наконец-то. Наконец-то. Спасибо. Да, еще. Что вы хотите пожелать российской молодежи? Думать, прежде всего. Ну, да. Однозначно нужно обритывать информацию для того, чтобы думать своей головой, принимать решение на собственное решение для реанализировать как-то, да, критично, критически относиться к себе. Критично смотреть на ситуацию. Да, смотреть, идти, обязательно делать что-то новое, никогда не повторяться. Ну, вообще надо, короче, на позитиве. Да, еще и заключительный вопрос. Вам понравился мой золотой микрофон? Конечно. Да, да, да. Очень здорово. Вообще рембоза, глядь. Да, ну, тут все дела. Это просто, да, да, да. Это просто, ну, как... Надо премию. 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 Золотой микрофон, Женек. Давай, короче. Да, да. Все, спасибо, ребята.